Всем привет! Сегодня 5 мая, Московская область. Я получила посылку с растениями. Хочу вам показать. Первый раз я заказываю в этом частном небольшом питомнике. Называется Двери в лето. Заказ был сделан в октябре прошлого года. И вот сейчас я получила эти растения. К сожалению, на коробке нет обозначения, где вверх, где низ. Поэтому вот таким образом буду доставать все свои растения. Первая это примула Юлии. У меня есть такая примула, только цветок у меня больше уходит по цвету в бордо. А здесь все-таки в сине-сиреневый цвет. Замечательная примула. Ранее цветущая, обильно цветущая, долго цветущая. Неприхотливая. Очень она мне нравится. Куртинка, в принципе, неплохая. Средняя. Корни завернутые, как видите, в мох. И помещены в прозрачные пакеты. Мох при этом влажный. В принципе, неплохо. Следующий это седум отогнутый кристотум. Давно хотел этот низкорослый седум. У меня есть около, наверное, пяти или семи видов низкорослых седумов. Они мне очень нравятся. Особенно на альпийских каких-то горках. Для закрытия почвы. Замечательный. Этот седум напоминает кристалл. Листики у него заостренные, игольчатые, изумрудно-зеленого цвета. Тоже корни завернуты в мох. Куртинка, в принципе, неплохая. Следующее растение это прострел Роуд Глок. Это небольшая куртинка, как видите. К сожалению, было здесь видно, что два цветоноса. И они оба обломлены. Я, конечно, написала отправителю, что вот такая ситуация. Но он меня успокоил и сказал, что цветоносы все равно нужно было отрезать, чтобы растение лучше приживалось. Ну вот, как-то так. Мох тоже влажный. Посмотрим на корни, когда буду высаживать. Ну и следующее это горячавка китайская, украшенная. Давно я вообще мечтаю о горячавках, потому что у них такие интересные цвета. Особенно из-за рассветок вот этих синих и голубых. Невероятно яркие цветы. Это осеннецветущий вид. Он буквально до 20 сантиметров в высоту. Цвет очень редкий, красивый, синий, такой насыщенный. Куртинка, вот и непонятно, куртинка, она очень маленькая. Я просто сейчас открывать не буду. Вам потом покажу, когда буду высаживать. Очень маленькая. Буквально, наверное, несколько веточек. Ну, лишь бы прижилась. Кстати, растение не из дешевых. При вот таком маленьком растении стоит довольно-таки, получается, прилично. Ну ладно, то, что хотела, лишь бы выросла. Следующее растение это кошачья лапка. Элеонтерия двудомная. Название этого растения, конечно же, произошло от формы соцветий, похоже на кошачью лапку. Растение небольшое, невысокое, буквально до 15 сантиметров. Тоже давно я на него смотрела. Привлекло мое внимание вот это интересное соцветие. Будет теперь в моем цветнике. Куртинка довольно-таки хорошая, мне понравилось. Тоже завернуты корни в мох. Мох полажный. Тимьян альбус. Это ползучий тимьян. У меня несколько видов тимьянов ползучих есть на участке. Это коврик небольшой, высотой буквально до 8 сантиметров. И цветет белыми мелкими соцветиями. Вот именно соцветиями он меня и привлек. Хочу сравнить со своими тимьянами. У меня они не цветут прям чисто белоснежно-белого цвета. Они все-таки имеют какой-то оттенок больше сиреневый или свекольный. Посмотрим, как этот будет свести. Ну, там прям белый ковер. Хорошая куртинка. Мох тоже влажный. Посмотрим. Дальше камнеломка плетеноносная. Ну, здесь я так понимаю, что эта камнеломка домашняя. То есть домашний цветок. Можно выносить на лето на улицу. И потом, когда уже в зиму, его заносить в дом. Потому что у него, я так поняла, что у этой камнеломки шестая зона зимостойкости. То есть в среднем полосе она, по идее, не зимует. Я не знаю, я буду списываться с отправителем. Спрошу, где они выращивают эту камнеломку. Потому что растения все выращены в Санкт-Петербурге. Что он ответит? Если она растет в открытом грунте, я, конечно же, ее в открытый грунт и высажу. Если нет, то буду высаживать в кашпо. И заносить уже на зиму в дом. Это каскадная плетущаяся камнеломка. Очень красивое, конечно, растение. У нее такие, знаете, бархатные с опушением листья. Ну, ампельная. И куртинка, в принципе, неплохая, средняя. Ну, посмотрим, что ответит отправитель. Куда мне ее высаживать. Еще один у меня здесь прострел. Это Белс. Это белого цвета, конечно, соцветия. Куртинка неплохая. Опять-таки было два цветоноса. Они опять-таки сломаны. Ну, здесь они хотя бы, я вижу, что белого цвета. Уже не пересорт, да. Очень хрупкое растение. Цветоносы хрупкие. Ну, вижу, что белые и красивые цветы. Сажать эти растения я буду через дня два. Когда минуют заморские. Обещают и заморские до минус трех. Поэтому я сейчас просто водой увлажню вот этот мох еще слегка. И отнесу эту красоту в теплицу. И через несколько дней уже вам покажу, как они будут высажены. Итак, прошло два дня. Как я получила посылку с растениями. Решила уже высадить их на постоянное место. Не стала их держать в этих пакетах. Не стала на передержку пересаживать в горшочки. Потом обратно в открытый грунт. Решила высадить сюда в цветник каменный цветок. Погода потихоньку настраивается. Я думаю, что все будет хорошо. Когда открывала растение, чтобы посмотреть, конечно, корневую систему при высадке. Я вам поставлю фотографии. Конечно, вместе с мхом растения оказались побольше. Когда мох я убирала, растения очень маленькие. Конечно, куртиночки микроскопические. Это вот очиток. Красивый очень. Приживется. Замечательные растения. Замечательно. У меня вообще очитков низкорослых, наверное, видов 5 или 6 уже. Это тимьян ползучий. Тоже куртинка, казалось, большая за счет мха. Открыла я там. Смотрите, вообще малюсенькая куртиночка. Так, самое маленькое вообще растение, когда-либо я получала. Это горячавка. Вы посмотрите, какая она малышка. Я когда открыла мох, и она там лежала. Здесь я вам сейчас скажу. Ровно 3 маленьких веточки по 2 см. Это максимум. Вот горячавка китайская. На фото, я думаю, видно, насколько это маленькое растение. Скажу вам, что я в принципе не дешевая. Кошачью лапку высадила. Вот это более или менее всех куртинок нормальная была. Курни, в принципе, хорошие. Они же все выкопаны с открытого грунта. Поэтому корневая система, в принципе, неплохая. Просто куртинки маленькие. Ну, я надеюсь, все приживется, разрастется. Вот, кошачья лапка мне понравилась. Так, значит, высадила я прямую Юлию. Вот она. Тоже маленькая. Ну, средняя куртинка. Тоже нормальная. Так, ну, еще что я высадила? Здесь уже и не вспомнить, что где высаживала. Так, а, и я еще высадила 2 прострела. Вот он. Один. Так вот. И здесь второй. Ну, прострелы, в принципе, нормальные. Ни большие, ни маленькие. Вот он, второй прострел. Единственное, я еще не высадила камнеломку летистую. Но это мне нужно подвесное кашпо приготовить и высадить. Сегодня, наверное, вечером посажу. Ну, вот так выглядит цветник. Каменный цветок. Сейчас, что в цветении? Это, конечно, вот этот почвопокровник. Я выращивала в прошлом году из семян. Вот уже в цвету. Ну, при малую июле тоже сейчас подойду. Цветут. Ко мне ломки набирают цвет. Видите, все на бутонах куртинки. Это красная, белая и розовая. У меня еще есть кактусы. Вот белая камнеломка. Это вот прямая июля. Она немножко другая. Свекольный цвет, а тот сиренево-синий какой-то. Набирает цвет черная аквилегия. Вот, посмотри, какая она красивая. Кустик очень аккуратный. Маленький. Высоту примерно сантиметров 12. Округлая форма кроны. И вот такой великолепный цветок. Я покупала семена. Выращивала в прошлом году. Она, конечно, не цвела. Вот в этом году дала цвет. Покупала как аквилегия черная. Название такое. Вот, видите, какие маленькие густики. Для альпийской горки самая отличная. Вот здесь камнеломки сейчас цвет набирают интенсивно. Видите, они все прям. И приросты начинают звук в войнах. Лилии уже поднимаются хорошо. Вот так выглядит цветник. Сейчас я полила. Все, что посадила, хорошо. Несколько дней буду отливать. И все. Я надеюсь, все приживется. Сейчас с этой стороны я вам еще покажу цветник. Ну, а у меня, в принципе, на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Подписывайтесь. Я вам буду очень рада. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.